Какими были в Архангельске уходящие 7 дней? Ответ на этот вопрос традиционно даст программа «Городские подробности» в студии канала ПС Артемий Заварзин. Здравствуйте! Минувшую неделю и праздничные выходные дни службы городского хозяйства провели безаварийно. Системы жизнеобеспечения города работали согласно графику. Об этой и других темах шла речь на совещании в мэрии областного центра. Начали с отопительного сезона. 13 мая по распоряжению мэра Архангельска Виктора Павленко он завершился. Городоначальник подчеркнул, несмотря на грядущие плановые ремонты на сетях, горячая вода в домах горожан не должна исчезнуть. Мы должны сделать все, чтобы горячая вода в летний период у людей была. Понятно, что есть там графики отключения для производства работ, но это по закону не должно быть более двух недель. Мы должны постараться это все выдержать. Поэтому на контроль нам это попрошу записать правопротокольно. Актуальный вопрос общегородского масштаба – двухмесячник по уборке. В округах он идет по плану. Виктор Павленко потребовал от коллег оперативности в наведении порядка, особенно в ликвидации несанкционированных свалок. Настоятельно это приказ о том, чтобы вы в своих округах организовали работу по предупреждению пала травы, каких-то других возможных возгораний. Сейчас надо провести эту работу, дежурство, обходы, посмотреть вероятные места вот этих свалок и так далее, в первую очередь их убрать, чтобы причину прежде всего устранить. Оценивать ход и качество уборки в округах городоначальник намерен лично во время рабочих поездок по Архангельску. Средства на ремонт дорог областного центра в этом году увеличатся. Настойчивые предложения, с которыми неоднократно выступал мэр Архангельска Виктор Павленко, поддержаны губернатором региона Игорем Орловым. Из областного дорожного фонда на обновление улиц Поморской столицы будет дополнительно выделено 100 миллионов рублей. Последние несколько лет суммы, выделяемые Архангельску из областного дорожного фонда, были весьма скромны, поэтому мэрия Поморской столицы постоянно предлагала различные варианты увеличения финансирования ремонта городских дорог. Тем более, что 30% регионального дорожного фонда формируется за счет акцизов на бензин и отчислений по транспортному налогу, которые собираются именно в Архангельске. Как человеку, который платит транспортный налог, мне бы хотелось, чтобы дороги в нашем городе были надлежащего качества. В надлежащее состояние в этом году будет приведено около 11 километров архангельских дорог. Финансирование из муниципального бюджета 150 миллионов рублей. Дополнительные деньги из бюджета областного будут направлены на те объекты, которые существенно разгрузят основные транспортные магистрали Архангельска. Одним из самых масштабных объектов дорожного строительства последних лет в Архангельске стала улица Ваучейского. В этом году дорожные работы развернутся уже рядом с ней. Серьезно преобразиться должен проспект советских космонавтов. Например, на ремонт участка от улицы Воскресенской до улицы Гагарина запланировано более 20 миллионов рублей. Кроме того, мэрия Архангельска предлагает поэтапную реализацию готовых проектов капитального ремонта городских дорог. Например, проект капремонта проспекта советских космонавтов от улицы Розы Люксембург до Воскресенской мэрией выполнен. Получено положительное заключение госэкспертизы. Стоимость работ почти 200 миллионов рублей. Здесь предусмотрены работы полностью перекладка всех коммуникаций, укладка новой дорожной одежды с благоустройством прилегающей территории, выноситель, система освещения, тротуары. Это, конечно, существенно развяжет город. То есть идет речь о том, чтобы и качество дорог существующих улучшать, первое. И второе – развязать, чтобы не было пробок в городе непосредственно. Поэтому улица Ваучейска очень хорошо разгрузила. Свободный канал отремонтировали, 20 лет не ремонтируют. Сразу развязала ситуацию. Необходимо советских космонавтов. Конечно, у нас есть планы. Это было бы очень здорово сделать все-таки двухстороннее движение по проспекту Ломоносова. Это бы сразу развязало. То есть мы привязываемся к улице Ваучейска. И вот от Урицкого бы хотя бы пока этап до улицы Ваучейска. Следующий этап уже до Воскресенской. И тогда бы развязка была в центре города очень хорошей. Вот такие планы есть. Дополнительно профинансировать мэрия Архангельска предлагает и ремонт участка Труицкого проспекта от улицы Карла Липнихта до площади профсоюзов. Отрезок в 900 метров таким образом завершит начатый муниципалитетом ремонт дороги от улицы Урицкого до Воскресенской. В рамках уже программы развития города Архангельска в этом году мы запустили ряд проектных работ, в том числе по дорожной сети города. В общей сложности мы направляем в этом году 180 миллионов из бюджета регионального на подготовку документации, чтобы в следующем году этот масштаб работ был гораздо более существенным. Работа продолжается. И я уверен, что она будет заметна и для жителей города, и для гостей. И система, которая сегодня выработана в отношениях с мэрией, она позволяет такими очевидными решениями и шагами реализовывать. Я очень благодарен, пользуясь случаем, хочу и Игоря Анатольевича. Он нас услышал, выделил 100 миллионов рублей. Спасибо ему огромнейшее, потому что все-таки столица должна приглядно выглядеть. Я еще раз хочу подчеркнуть, что несмотря на то, что в сложность идет секвесор бюджета и областного, и муниципального бюджета, найдены вот такие деньги, очень благодарен вам. Процесс пошел. Процесс пошел. Ремонт улицы Гайдара, подъемов и спусков на Талашское шоссе и железнодорожный мост. Эти объекты также среди тех, что планируется отремонтировать за счет дополнительных средств из областного бюджета. Решение о внесении в него изменений региональный парламент примет 27 мая. Мэрия Архангельска уже начала составление сметной документации, чтобы после получения средств незамедлительно объявить аукционы. К другим темам. Накануне Общероссийского дня библиотек мэр Поморской столицы Виктор Павленко побывал в Архангельской областной научной библиотеке имени Добролюбова. Подробности узнаем у Елены Матвеевой. Директор Добролюбовки Ольга Степина не без гордости рассказывает. К следующей осени главная библиотека области обретет новый фасад. Работы уже стартовали. Установлены леса, началась отбивка штукатурки. Он будет утепляться или просто краситься. Отбивание и утепление. И очень хорошо работают с подоконниками, с откосами, снимают и утепляют. И если снаружи Добролюбовка только начала прихорашиваться, то вот ее залы уже могут похвастаться свежим ремонтом. В библиотеке работает электронный читальный зал, а в отделе краеведения «Русский север» развернута книжная выставка об экс-губернаторе Анатолии Ефремове. У ее стендов Виктор Павленко и руководитель холдинга «Атакомедия» Яков Папаренко задержались. Оба лично знали Анатолия Антоновича, работали с ним. Кстати, в библиотеку они приехали еще и для того, чтобы передать книгу о настоящем губернаторе и серию изданий об истории Архангельска в дар Добролюбовке. Я с трепетом хожу в два учреждения, в церковь и в библиотеку Добролюбова, к вам, потому что это действительно храмы. Храмы православия, что касается церкви, что касается библиотеки, это действительно храм культуры, храм хранения первоисточников, коим книга является. Пожалуй, самый большой интерес у гостей вызвала обстановка рабочего кабинета Федора Абрамова. Личные вещи писателя были привезены из его ленинградской квартиры. Стол и стул, письменный прибор и телефон – все они свидетели рождения абрамовской прозы. Особая гордость Добролюбовки – коллекция книг из личной библиотеки, классика северной литературы. Мы делаем естественное электронное описание, для графирования, будет и каталог сделан печатный. Очень много здесь проходят экскурсий. Визит в Добролюбовку состоялся накануне Всероссийского дня библиотек. Как заметил мэр Архангельска, сегодня библиотеки поморской столицы все чаще становятся центрами общественной жизни. Их сотрудники выполняют крайне важную миссию – сохранять знания для будущих поколений. Считал и считаю. Несмотря на то, что везде электроника и так далее, но книга – это не только источник, но это и история. История, навечно закрепленная в строчках и буквах. История, хранят которую для пытливого читателя книги – самый точный инструмент памяти. Как уже отметила моя коллега Елена Матвеева, в день визита мэра Виктора Павленков-Добролюбовку библиотека получила, пожалуй, самый главный подарок в год литературы. В отделении краеведения «Русский север» состоялась церемония вручения изданий, каждая из которых неразрывно связана с историей поморской столицы. Серию книг «Столица Поморья» в дар Архангельской областной научной библиотеки имени Добролюбова передали мэр Архангельска Виктор Павленко и директор холдинга «Атакомедия» Яков Папаренко. Уникальные издания будут отправлены также и в муниципальные библиотеки центральных районов Архангельской области. Среди них книга «Архангельск. Город воинской славы». Это особая получилась книга, поскольку она объединяет действительно в одной книге и прошлое, военное прошлое города Архангельска, его и боевое прошлое в годы Великой Отечественной войны и здесь в тылу. Потом следующая часть книги посвящена уже как бы современности и не просто там, просто людям, а вот преемственности поколений, что очень главное для города Архангельска, да и вообще для всей России. Книга появилась стараниями творческого коллектива газеты «Архангельск. Город воинской славы». Книга издана под патронатом мэра Архангельска Виктора Николаевича Павленко. Мы попытались вложить в этот проект нашу душу, наше отношение к ветеранам Великой Отечественной войны и отношение наше, прежде всего, к памяти об архангельске военных лет. Я благодарен компании «Оммедиа», коллективу газеты «Архангельск. Город воинской славы». Книги, подобные тем, что были переданы Добролюбовской библиотеке, словно самый точный камертон памяти, а не хранители непридуманных историй о подвигах простых людей. Именно книга все время демонстрирует свои какие-то исключительные возможности в качестве инструмента памяти. И люди пишут книги, создают книги, и этот поток энергетики людской, он не прекращается. Поэтому во славу книги, наша сегодняшняя церемония, огромное спасибо еще раз. И действительно, все эти книги попадут, по крайней мере, в центральные библиотеки всех районов и городских округов Архангельской области. Среди подаренных книг также издания, вышедшие в свет к 430-му дню рождения Архангельска. В них его время – события люди. А вот этот солидный фолиант в 380 страниц – рассказ об экс-губернаторе Поморья Анатолии Фремове. Он издан под патронатом мэра Виктора Павленко. О главном герое книги вспоминают более 70 его современников. Редкие фотографии дополнили колоритный образ настоящего губернатора. Несколько месяцев назад, когда мы отмечали дни памяти Анатолию Антоновичу Ефремову, я уже говорил слова благодарности мэру Евгению Евгеньевичу Удалкину за ту возможность, чтобы поучаствовать маленькой толикой в издании этого замечательного произведения. Именно произведения, потому что многие люди вложили туда свой труд, душу, свою память, свое восприятие Анатолия Антоновича, неординарного, непростого, разного человека, которого я тоже знал очень долго и давно, и с комсомольских времен мы вместе работали. А библиотеки – это места памяти. Она на книжных полках, свои места на которых теперь займут эти издания. И день за днем они будут открывать читателям истории больших дел города на Северной Двине. Далее поговорим о признательности. Так называется специальная премия для поощрения многодетных семей, которая была учреждена мэрией Архангельска в 2005 году. За это время награду получили более 150 семей. История каждой – как летопись добра и взаимопонимания. Мои слова подтвердит Мария Воробьева. На сцене АГКЦ чествуют семьи, ставшие гордостью Архангельска. Дипломом признательность награждали семьи, в которых достойно воспитали трех и более детей. В семье Янсен трое сыновей и дочь. Секрет их успеха прост. Все, что происходит, можно поделиться между нами. Если мы радостью поделились, нам стало в семь раз больше радости. А если бывают и моменты какие-то грустные, то и грусть мы делим на всех. Друг за другом и горой побеждаем всей семьей. Таков девиз семьи Кротовых. Победители конкурса «Эстафета семейного успеха» в номинации «Счастливы вместе» объединила совместная работа над семейным портфолио. Этот конкурс воплотил нашу семью. Все занимались своими делами. Кто-то печатал, кто-то подбирал фотографии, кто-то искал нужные грамоты. Нешло, что победили, но главное было участие. В семье Терентьевых объединяющим началом стал спорт. Футбол, купание, катание на велосипедах и на лыжах. Активная жизненная позиция привела Терентьевых на первое место в номинации «Моя семья – мое богатство». А гордиться семье есть чем – четверо сыновей. Конкурсы такие, конечно же, нужны. Во-первых, для того, чтобы многодетные семьи или приемные семьи знали, что они не одни, что такие семьи есть. Они посмотрели друг на друга, поделились своим опытом друг с другом. А второе, это, наверное, для того, чтобы другие семьи, которые еще не стали многодетными или не стали приемными, увидели этот пример и поняли, что это здорово, это весело. Задача городского конкурса – привлечь внимание общественности к проблемам семьи, материнства, отцовства и детства. И каждая из этих династий – наглядный пример крепкой дружбы и преемственности поколений в своем роде. Многодетных семей в городе Архангельске проживает 1679. Мэрия города Архангельска старается поддержать приемные многодетные семьи. Ваши семьи – это пример для молодых семей, потому что вы своей любовью, своим уважением друг к другу показываете, как надо построить супружескую жизнь. В этом году в эстафете семейного успеха приняли участие 11 архангельских семей. В каждой из них, как эстафетная палочка, передаются не только общие увлечения, традиции, хобби, но и самое главное – любовь и забота друг о друге. Вот такой была очередная майская неделя в Архангельске. Я прощаюсь с вами и желаю хорошего настроения и только хороших новостей. До встречи в следующее воскресенье на канале ПС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова